Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала! Вы, как всегда, на канале Семян и Чемоданах, с вами я, Славян, Настенька, и, как говорит Родиончик, мы сегодня в полном составе. Мы совсем недавно переехали в Геленджик, живем здесь уже почти месяц, живем на толстом мысе, и сегодня, по многочисленным просьбам и по нашему огромнейшему желанию, мы приехали в Голубую бухту. Это находится чуть дальше Тонкого мыса. Мы вчера, вчера или позавчера, да, мы гуляли на Тонком мысе, обязательно посмотрите выпуск, я оставлю ссылочку в описании, наслаждались там большими волнами, которые разбиваются о бетон. Сегодня будем исследовать эту местность, пройдем тропы, которые есть, дойдем до красивых пляжей, где 200 что-то там с чем-то ступенек, посмотрим на Голубую бухту, жаль, без квадрокоптера, потому что я его разбил. С вас лайк, подписочка, комментарий и погнали! Шикарнейшая природа Геленджика не может не радовать. Едем слева горы, справа бухта потрясающая. Здесь ведет дорога, такая, ну типа, не знаю, грунтовка, да, если ее можно назвать. Сейчас я вам в кадры вставлю, посмотрите. Здесь есть вот такой вот пятачок, мы, соответственно, вот так вот припарковались и дальше будем двигаться пешочком. Сюда на въезде есть указатель санаторий Голубая бухта, можно там припарковаться и по центральному, так сказать, спуску, Темка, не пинай, пожалуйста, по центральному спуску можно спуститься в саму Голубую бухту. Я ее уже отсюда вижу, здесь есть вот такие вот тропы, не знаю, сейчас на карте еще раз промониторю, туда ли они ведут, но я не уверен, что мы здесь можем пройти с коляской. Мирончик у нас уснул, вот, возможно, я сейчас, я вас оставляю тогда и пошел. Да я шучу, ты че? Мы оставляем Настеньку здесь одну. Настен, ты не уходи, а сами быстро спустимся с пацанами. Просто на самом деле здесь странные проходы, какие-то заводы, непонятно что. Сейчас я быстро разведу, потому что коляска здесь точно не проедет. Будет Мирончика совершенно неохота. Либо, знаете, как мы сейчас сделаем? Если мы сейчас здесь не найдем проход с мальчишками, то мы просто сначала сходим туда, погуляем на тропы, насладимся видами, а уже потом мы пройдем по центральной улице, о которой я говорил изначально. Ну да, здесь вообще куда-то непонятно уходят тропинки. Мы решили с мальчишками, что дальше мы не пойдем, Настеньку одну там бросать не будем, пойдем сначала насладимся видами, а потом уже по той центральной тропинке мы как раз и спустимся к морю и к пляжу и покажем, какая там обстановка. Ну, как говорится, сами посмотрим. Мы начали подъем, видите какой, в горку. И отсюда сразу вот в этом просвете видно, что там прикольная набережная и уходит такая в гору. Ну, мы пока пойдем к пляжам туда, к диким так называемым, посмотрим, получится ли у нас пройти с коляской. Возможно, Мирончик уже проснется и мы его просто возьмем на ручки, а коляску где-нибудь оставим. Вот под таким просто углом тащу коляску, поднимаю, а отсюда с вершины. Посмотрите, какой вид открывается, великолепный на бухту, видно даже толстый мыс. Вон там вот в самой бухте классно пошарахаться, поэтому обязательно на обратном пути мы заскочим туда и погуляем. Эх, колясочка, колясочка, здесь смотрите, кто-то бревно кинул, видимо, сюда и на машинах пытаются заехать. Здесь какая-то, видимо, база. Вот, а нам вообще по идее надо туда, там такой подъем и нужно ждать, пока проснется Мирончик и потом уже идти. И я не могу, в который раз угораю просто, как этот, приколы нашего городка, только это приколы нашей семьи. Спустились мы с этого спуска до машины, садимся в машину, чтобы отправиться уже туда на набережную. В итоге пара-пара-пам. Пум! Мирон! Сюрпризик. Взял, короче, проснулся. Вот, в итоге мы его одели в этот, как он, комбинезончик потеплее и отправляемся в дубль 2. Вон, Тёмка себе уже палку нашел, палку-копалку. Все, будем двигаться, сейчас туда дойдем, буду подключаться. Посмотрите, какой лайфхак я придумал. Переворачиваешь портфель, вот так вот, и садишь его туда. Да, и он, кстати, отлично сидит, все, можно даже идти снимать, да, Мирончик? Ты будешь со мной, как этот оператор. Такой вот слинг из портфеля, немножко поддерживать его, и все, и все хорошо. На самом деле, самый крутой подъемчик мы преодолели. Здесь какая-то тропиночка уходит налево, и идет дорога дальше прямо. Вот, нам вообще нужно идти дальше прямо. Можешь, конечно, пойти налево, но там не тот вид, ради которого мы сюда идем. Мальчишки наши вообще двигаются, как будто бы знают, куда идти. Мирончик, ты как? Ну-ка, рассказывай. Может, крещей здесь нет? Здесь вон шмель только летает. А? Шмель только летает. О, поднимаемся. Обратно будет идти однозначно легче, потому что уже будем с горочки идти. Кто отправится сюда, по нашим следам, не будьте Настенькой. Ну, то есть, понимаете, в белой обуви в такие походы идти нельзя. Я вообще вам так скажу, не будьте Настенькой, потому что Настенька всегда одет, он не попал. То шляпа не та, то пластинки не те. Сейчас тебя захейтят за твои кроссовки. То кеда не те, то прическа не та. Да, виды отсюда, друзья, открываются просто какие-то невероятные. Здесь единственное, что-то вот лес поваленный, такое ощущение, что как будто горел. Так, подъем вообще серьезный. Ладно, молодые сосенки здесь растут. Природа великолепная. Дети вообще налегкие у нас просто. Как будто так и должно. Привыкшие мы. Да, Мироша? Посмотрите, какая здесь прекрасная тропа. Да, она очень круто поднимается вверх. Я обращаю ваше внимание на эти молодые сосны, через которые мы вот так вот проходим. Вот так вот с Мирончиком. И просто они даже в глаза новые. Я представляю, что через сколько-то лет здесь они будут огромные такие. Что, устала? Нет, смотри. Тебе так это, легенько подниматься-то, да? Я думаю, что камера слабо передаст всю крутизну этого подъема. Мы на самом деле вот дошли до дороги. И здесь прям просто последний такой рывок. Просто самый крутой. И хочу вам показать, что здесь есть дорога. Мироша молодец. Да. Она просто чуть... Это идет в объезд. Вот сюда можно доехать на машине. Вон машина идет. Вот даже, видите, едет автомобиль. И в принципе где-то здесь припарковаться. Артем, иди с дороги. А дальше идет развилка. То есть вот можно пойти налево, к первому спуску. А можно пойти прямо, ко второму. Я, конечно, снова не рекомендую идти после дождей. У нас два дня были дожди. Да, и дорога прям вообще размытая. Вот сейчас даже вам покажу, как сейчас дальше здесь проходить. Даже не знаю. Видимо, пойдем прямо здесь. Прям вот так вот по грязи. О, да. Так. Вот. А люди вот сюда доезжают на машине. Видите? То есть сюда вообще можно было просто доехать. И все. И вот так вот припарковаться. И дальше уже двигаться пешочком. Просто, как говорится, на спуск. Но мы не ищем легких путей. Очень интересно совершать именно такие пешие прогулки. Отчасти они сложные. Вот. Поэтому мы выбираем вот такие пути. В принципе, вам и рекомендуем это тоже делать. Потому что походы это очень хорошо. Вон там машины стоят. Ой, здесь вообще у кого-то дом прям на горе. Прекрасно. Здесь есть мусорка. Шлагбаум. И сразу обращу внимание, что, друзья, если вы приходите, пожалуйста, уносите за собой мусор. Лучше всего вот в эти мусорки ничего не ложить. Лучше увозить с собой и довезти до города. Потому что здесь всякие собаки и так далее. Движение, стоянка транспорта запрещены. Водный кодекс штраф 5000 рублей. Почему-то даже закрыт проход. Так. И шлагбаум, соответственно, закрыт. Ну, пойдемте. Вот, идем. Вот так вот голову поворачиваем. И просто посмотрите, какой вид здесь. Сколько там этих сука грузов стоит. Обалденно. Танкеры или что это такое? Кораблей, в общем. Теперь идем туда. Какая красотища. Так. Уважаемые владельцы собак. Вы находитесь на территории рекреационного комплекса. Вместе отдыха детей и присутствия домашних животных. В избежание частных случаев категорически запрещается выгул собак без поводков и намордников. В этих случаях собаки считаются бездомными. Со всеми вытекающими последствиями. Вот так вот. Потому что кто приходит сюда с животными, вот я вас тоже предупредил. Именно от этой таблички мы начинаем спуск вниз к ступенькам. 200 там с чем-то ступенек. Слушайте, ну спускаться с таким прекрасным видом, это конечно огромное удовольствие. Если мы там шли, как бы все лесом закрыто, ветра нету, то здесь мы идем и нас обдувает такой легенький приятный ветерок. Смотрите, мы значит спустились, здесь дорога уходит направо. Вот как раз нам нужно идти направо. Но есть еще дорожка прямо. Я очень хочу подойти туда, посмотреть какие открываются виды там. Это такая наша концепция. Пройти в каждую, так сказать, в каждый переулочек, который возможно. Ведь именно на каждом месте открываются различные виды. Красота, красота. Слушайте, вообще просто вот так вот спускаешься. И все, и впереди обрыв. Здесь, кстати, я вижу даже следы от шашлыков. Здесь тоже, видимо, приходят, жарят. Оооо, какая красотища, ребята. Невероятно. Так, не подходим, мы не подходим туда. Я говорю, мы не подходим туда. Вот это да. Вы только посмотрите, какие скалы. Какой кайф. Слушайте, вообще на самом деле здесь даже есть вот такие вот тропинки. Чтоб туда, типа, дальше идти. Вообще красота. Вот нам надо куда-то идти дальше. Вон у Новороссийск. Вот это виды, да? Я вот не могу, я так удивляюсь, как эти сосны растут из скал. Мы вернулись на маршрут. И здесь начинается спуск. То есть обратно нам нужно будет, во-первых, подниматься на лестницу. Во-вторых, все подъемы. Ну а дальше с горки, где первый, да, наш такой крутой подъем был преодолевать. Природа вообще обалденная. Я не знаю, у меня нет слов. Кто будет, здесь обязательно посетите это местечко. Мы преодолели этот спуск. И хочу тоже заметить, что в лесу огромное количество различных троп. Видимо, добраться сюда можно как угодно. Видите, так же тропа уходит. Дальше туда можно пойти по вот этой тропе. Это вот где площадочка, где мы только что были. И, собственно, вот, посмотрите, начинается уже непосредственно крутой лестничный спуск, где нужно быть предельно аккуратным. Покажу вам. Посмотрите, какая красотища. Вот, можно спускаться. Ну что, мы начали спуск. Детки спускаются, за лестницу держатся. На самом деле лестница такая достаточно классная, потому что, видите, она из этой, типа, как она, из брусчатки сделана. Такая плиточная. Спуск, конечно, безумно крутой. То есть подниматься по ней будет очень сложно. Я вот здесь сейчас внизу прикреплю, сколько на ней ступенек. Пересчитывать не будем. Но она действительно, друзья, она очень сильно крутая. Вот сейчас мы прошли первый пролет. Я сейчас камеру разверну и покажу вам, какая высота. Смотрите. Вообще невероятно. Я подумала, она заканчивается и уже обкакалась. Не, не заканчивается? Нет. Смотрите. Просто, просто бомба. Люди дальше не пошли. Они, видимо, здесь устроили себе привальчик. Там стоит лавочка. Вот. А мы двигаемся дальше. Господи, эти сосны, скал. Я не знаю, просто завораживают. Такая красотища. Детки вот двигаются потихонечку. Темчик, бежать нельзя. Так. Фу. Да, куда нас несет? Ну, это правда, друзья. Это точно того стоит. Я не знаю, как вообще купаться летом на этих пляжей. Потому что ты вроде бы, пока спускаешься, это нормально. Окей. А потом, когда тебе после купания подниматься, это, конечно, ну, я не знаю. Я бы, наверное, не стал. Несколько раз это проходили в Анапе, в Крыму. И, конечно, не, лучше выбрать, наверное, другой пляж. Но, опять-таки, разочек переехать и, так сказать, насладиться этими видами, красотами. Точно этого стоит. Вот эта третья часть лестницы, она очень сложная. Спуск очень крутой. Вообще. И здесь, кстати, есть одна ступенька, которую лучше вот так перешагнуть. И какие виды через эту сосну. Идти нужно максимально. Максимально внимательно, потому что все равно после зимы, после всех дождей, деревяшки прогнили, чтобы не оступиться и не полететь кубарем. На это, естественно, обращаю внимание. Смотрите как. Вот так вот просто идешь. И вот так вот ныряешь под эту ветку. Невероятная красота. Как вы? Тем, мне нужно так тянуться. Я боюсь. Боишься? Я тебя боюсь. Под конец лестница очень сильно разбита. И нужно быть максимально, как говорится, наготове. Артем, очень аккуратно. Так, вот Настенька с Родиончиком. Мы с Тёмиком это сделали. Какая красота. Слушайте, посмотрите, какая здесь галька наикрупнейшая. На мое удивление, здесь, кстати, мусора не так-то много. Всего лишь, ой, несколько. Несколько бутылок лежит. Но, тем не менее, даже не представляю, как отсюда их забирать с собой, когда подъем настолько-столько сильный. Вот, мои тоже это сделали. Друзья мои, если вы думаете, что с детьми путешествовать нельзя, что с грудничками путешествовать нельзя, срочно подписывайтесь на наш канал, потому что мы показываем, что можно и нужно, ребятки. Молодец, Радюшка, ты красавец. Тёмчик красавчик. А Мирончик вообще молодец. Я думал, мы спустимся и покупаемся, но море очень сильно грязное из-за штормов, поэтому купаться мы здесь не будем. Господи, какие скалы, я не знаю, как их описать. Какая красотища. Я решил раздеться, потому что, ну, очень сильно жарко. И немножко пройтись по пляжу вдоль. Ну, кстати, ещё хочу что сказать. Если вы приходите на такие места, обращайте внимание и будьте аккуратны. Вот мы сейчас сидели и сверху посыпались мелкие камни. То есть вплотную к скалам лучше всего не подходить, потому что даже самый маленький камушек он может доставить очень серьёзный хлопот. И ещё хочу что показать. Вот некоторые прослойки вот этих скал, они мокрые. И смотрите, прям видно, что текут скалы, текут. Я постоянно спрашиваю в видосах, когда это замечание, это явление, откуда эта вода, почему текут скалы. Но пока ответа не дождался, видимо, сегодня приеду и загуглю. Вообще, постоянно просто про это забываю. Говорите, какая красота. Ну, как можно не сходить вот на вот эту красоту. Кстати, если сюда подойти, вон там вот чуть дальше скала Утюг, а дальше за поворотом стоит корабль Рио. Я хочу пойти вот в эту немножко в сторону прогуляться. Посмотреть, что там за поворотом. Ну, мы как бы были, да, сверху видели. Вон, видите, со скал текут ручейки в море. Что вот это за вода? Какие-то грунтовые воды? Потрясающе. Я не знаю, когда находишься так близко к этим скалам, захватывает дух. Ух ты. Так, главное, чтобы нас не зацепила волна и не сбила. Здесь прям такие бассейны образуются. Вообще невероятная красотища. Так, 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 пробегаем. Ой, здесь прям такая дыра в скале. Смотрите. Это, видимо, вот так вот вымыло штормом. Ну, дальше на самом деле так можно идти вдоль берега, поэтому, в принципе, как говорится, все понятно. Вот она, скала Утюг. Получается раз, два и три. Вот она торчит. Тоже обязательно туда сходим. Чуть-чуть еще дальше все-таки я решил пройтись. Я не знаю, насколько круто идти. Вот по такой породе скал. Вот просто бутерброды. Вот здесь, вот видите, тоже так получается разбита скала. Видимо, тоже штормами. И вот они камни, вот как скала, видимо, разваливается, рассыпается. Вот даже зашел за поворот, где моих уже не видно. Все, буду возвращаться. Мы начинаем подъем. Я уверен, что это будет невероятно сложно. Вот сейчас поднимемся. Посмотрите, какая жесть. Это только первый пролет. Вот, поднимемся, и я поделюсь своими эмоциями. Все, мы начали подъем по крутой этой лестнице. Я их страхую детей, а папик вон. Мирожей поднимается, играется, как по ступенькам. Прикол. Первый пролет преодолели. Да, Настя говорит, вспоминается у всех. Ссылочку оставлю в описании. Родик, стой, стой. Да, Настя там беременна, последние месяца уже. А теперь папа беременный. Да, я сел отдыхаю. Очень сложный подъем, я не знаю, мне кажется, здесь градусов 50, 55, наверное. Да, ну виды-то, друзья. Ну какие виды? Так, мои пошли, ладно, Мирончик, погнали. И мы уже обогнали славян и Мирджин по лестникам. Как вон ты славик даешь. Мой вид, конечно, того стоит. Ну, ребят, нужно иметь хорошую спортивную подготовку. Пацаны уже ушагали. Я преодолел третий участок лестницы. Все, силы на исходе. Не забыл, что из чехов да. Артем нам кричит, старички, давайте быстрей. Потом поворачивает голову, говорит, старички, ну вы как там? Вообще, пацаны, просто красавцы. Что-то невозможное. Я на самом деле и с Мирончиком, и с рюкзаком. Мне, конечно, сложновато. Вот кто-то нам пишет. Ой, а как же мальчишки спортом не занимаются. Ничего себе. Ну-ка, давайте, спортсмены, кто нам пишет. Сюда приезжайте и преодолите. Да, спортом не занимаемся. Каждый день. Все. Пацаны, да, вы красавцы. Фух, свои впечатления. Это не лавки, он помогал. Темчик, свои впечатления. Кайф. Кайф. Тебе, Родион? Тоже кайф. А тебе? Пора худеть. Хватит бутать. Все, мы идем к машине. Пожелайте нам удачи. Да, конечно, забираем. Давай, отдохни маленько. Мне точно стоит отдохнуть. А мне нужно отдохнуть. Это сложно. Это реально сложно. Еще мы набираем такой темп. Ну, такой размеренный. Чтобы не останавливаться. Да вы вообще какие-то супергерои. Что, да у них даже одышки нету. А у меня, кстати, одышка появилась после того, как мы переболели. Всем известной херней этой короны. У меня стало появляться. Но сейчас, кстати, уже поменьше. Раньше вообще просто иду быстро. И сразу. А сейчас это потихоньку отпускает, видимо, уже. Мы сначала решили покушать. Здесь вот есть магазин продуктов. Это как раз чтобы спуститься нам на набережную. И я вам как раз вот говорил про вот эту стелу. Голубая бухта. Это какой-то здесь санаторий. Мы туда спускаться будем. Это как раз на набережную. Сначала пойдем покушаем. Она нам сказала, где-то здесь в двух кварталах есть столовка. Которая работает. Да, это, кстати, очень важно. А потом к ней уже зайдем детишкам, купим мороженку. Мы пока идем. Здесь есть такая большая, классная детская площадка. Где сосны создают, видите, такую тень прекрасную. Обязательно отметим эту точку в нашем авторском гайде. И самое главное, друзья, досмотрите обязательно выпуск до конца. Потому что за финалем этот выпуск наикрутейшей смотровой площадкой. Зачем мы покушать в такое кафешечко. Морской стиль. Заказали 4 супа лапши. Вроде как большие порции сейчас принесут. Потому что 120 рублей стоит порция. И хлебушек. Так, ну что, вот такую красоту нам принесли. Суп-лапша. И еще чаечек. Все, приятного аппетита. А потом идет снова гулять. Пока дети после обеда играют на площадке. Вообще не понимаю, как у них силы еще есть. Я выполнил свою основную миссию. И уложил нашего малыша спать. Если немножко еще поиграют. И пойдем уже непосредственно в саму, друзья, бухточку. Будем смотреть ее. Возможно, искупнемся. Но это не точно. Друзья мои, мы двигаемся к морю. Вместо мороженого решили купить чокопай. Сто лет его уже не ели. Вон, детки, довольны. Вы довольны? Да. Ну вот, отлично. Я вас не обманываю. Они довольны. Двигаемся к морю. Здесь такой проулочек. Я надеюсь, через него мы попадем сейчас к морюшку. Вот так здесь огорожено все забором. Есть такая табличка моря. Какая-то самодельная вертушка. И да, есть проход к морю. Такая интересная хрень. А после этой вертушки мы попадаем как раз вот в такую вот асфальтированную уже дорожку. Где уже будем проходить к морю. Но я так чувствую, что там сейчас асфальт у нас тоже закончится. И походу кое-кого нужно будет снова нести. Какая-то, видимо, это база отдыха. А нет, смотрите, дорожка продолжается. Ну просто красота. А мы с вами в начале выпуска, получается, за вон теми домами где-то были. Когда пытался я пройти. Интересно, эта набережная тоже относится к Геленджику или нет? Вот он баннер. Голубая бухта. Здесь, видимо, к сезону все будет работать. Тир. Какие-то аттракциончики. Ну, как обычно, да, вот эти все туристические приблоды. Так, да, почему-то табличка, что купаться запрещено. Интересно, почему. Так, вон экскурсии. Есть палаточка. И вот такая вот, друзья мои, набережная. Красота. С палаточки. Люди вот уже готовятся к открытию. Подкрашивают. И галечный пляж. Причем галика, кстати, достаточно крупная. Вот она, видимо, территория, санатория Голубой бухты. Здесь, видимо, тоже их лежачки под вот этим навесиком. Вот он пляж. Какая-то река впадает. Скалы. Пирс какой-то. Не пойму, что это за пирс. Кто в курсе, напишите. Вообще идеально, на самом деле, сейчас спуститься на пляж. И пойти как раз погулять вот вдоль скал. Вот там все красоты. В принципе, туда все и ходят. Но у нас пока маленький спит. Поэтому мы будем его ждать. Опа! Песочек здесь. И много водорослей. И запах, кстати, стоит такой. Водорослевый. Купаться не будем, потому что морюшка грязная. Вот туда вот можешь прогуляться. Вдоль скал. Не знаю, мои пойдут, не пойдут. А я, наверное, все-таки схожу. Ну, а вот так вот выглядит этот пляж. В этой бухте. Навесик такой есть. Небольшой. Я не знаю, как летом здесь много-немного людей. Но, наверное, места всем хватает. Мирон разрабатывает первую моторику. Знакомство с песочком и с водорослями. Да, Мирош? Надеюсь, ты пробовать это не будешь. Будешь, конечно. Тише. Нельзя. Ай, в рот. В рот, ай. Там не дает мне папа, мама. Нельзя в рот. Все в рот, все в рот. Да, Мирош? Что ты такой самхумурый-то? Песок классная вещь. Да, морщится? Ощущения, да, сынок? Какие новые ощущения, да? Смотри, чтобы в глаз не попал. Ой, какой кайф. Ну, что я хочу сделать, Настя? Ну, попадет, значит. Да, сейчас. Куда пополз-то? Я ребенок моря. Черепашка ползет по песку. Вот так же, Мироша. Нет, нельзя в рот. Ай, 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 в ротик. Нельзя в рот. Настенька осталась там на пляже. Устала она. А мы с пацанами двигаемся вот по таким скалам. Это, видимо, дикие пляжи. Правда, я на самом деле не совсем понимаю. О, окатило. Тема, Тема, надо побыстрее здесь проходить. Либо через верх, вот как Родион. Да, накрыло Темку. Не совсем понимаю, как здесь заходить в море. Здесь просто вот эти плиты. Родик, бегать нельзя. Родион. Но в целом для дикого пляжа на самом деле прикольно. Скалы здесь тоже невысокие. Даже в случае камни падает. Камушки, как говорится, падают не с большой высоты. Но в любом случае нужно быть сюда пределанно внимательным. Вот чуть дальше уходим. Здесь море почище. Хотя, ой, хотя водоросли. Так, ну пойдем, пойдем, пройдемся. Подальше. Чуть-чуть. Все красоты, друзья. Это серебро. Это не серебро, сынок. Это просто такая каменная порода какая-то. Сверкает. Мне кажется, что весь Геленджик и весь его пригород, там, Новороссийск, вот так вот можно просто взять и спокойно пройтись по берегу. В принципе, ну, располагает. И, кстати, мусора здесь не так много. Ну да, он есть. Вот такие мелкие. Опять турецкий, кстати, мусор. Вот. Я не шучу. Вот турецкое какое-то средство или что, соус. И стандартный их сыр. Турецкое? Да, что турецкое. Очень много турецкого мусора. Мы второй день прогуливаемся вот по диким пляжам. И в том выпуске я не показал. В этом покажу. Маленький дельфиненок. В тот раз гуляли. В том выпуске там дельфин был побольше. Может быть, как Темка даже больше. А здесь вот прям маленький-маленький. Я не знаю, с чем это связано, почему они выбрасываются. Но очень плохо, что в этот момент не оказывается рядом людей. Я просто знаю, что нужно вызывать сразу службу, которая приезжает, осматривает их, либо куда-то увозит на лечение, либо стараются отпустить. Почему они выкидываются, непонятно. Неужели из-за штормов? Ну, собственно, вот такая вот голубая будто. Посмотрели, показали. Кто здесь летом когда-нибудь отдыхал, то обязательно пишите в комментариях, как вам здесь отдыхалось. Ух ты, чуть не упал. Не переключайтесь. Сейчас еще поедем на одно место, на одну локацию, которую тоже очень хочу вам показать. Друзья мои, а зафиналить сегодняшнее наше путешествие мы приехали на очень крутую смотровую площадку, которую никто почему-то никогда не показывал. Ну, по крайней мере, мы не видели такого в интернете. Сюда даже вот так вот можно подъехать на машине. Если вы готовы, то погнали. Посмотрите, какая красотища. Просто невероятно вообще. Какая красота. Если бы я раньше знал до закрытия аэропорта, что здесь такая смотровая, я бы сюда просто приезжал и любовался, как садятся самолеты и, соответственно, как они взлетают. Вся бухта, как на ладони. Весь Геленджик. Единственное, что за горой закрылась надпись Геленджик, но виден крест. Вся набережная. Толстый мыс. Маяк красно-белый, собственно, где мы живем. Тонкий мыс, где мы гуляли на днях. Смотрите выпуски. А сегодня мы путешествовали вон там, в горах Голубой бухты. Посмотрите, какая красотища. А вот эти какие прекрасные поля. Мирончик, как тебе, сынок? Классно? Я же попросила, не бить бутылку. Обалденно. Просто обалденно. Вот с таким вот прекрасным видом на этой классной смотровой переезжайте сюда, фотографируйтесь. Мы будем с вами прощаться. Удивительное сегодня путешествие на с вами получилось. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в социальные сети, помогайте в продвижении канала. Чего там нашел? Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова